Весной в области прошел региональный этап конкурса «Мастер года». А вот федеральный уровень еще впереди. Пять мастеров производственного обучения и пять преподавателей колледжей области проводили открытые уроки, мастер-классы. Одной из обладателей звания стала преподаватель Владимирского колледжа, педагогического колледжа Наталья Федяева, которая и будет вскоре представлять наш регион на заключительном этапе. Одна от всей области. Наталья Владимировна, добро пожаловать к нам в эфир. Добрый вечер. Напомню, что мы в эфире прямом, а это значит, что можно к нам позвонить с вопросом. Номер на экране 32-43-22. Наталья Владимировна, в колледже вы учитесь тех, кто будет учить. То есть, два-три года, и они уже готовы учителя начальных классов. Расскажите, как вы сами в педагогическую профессию пришли? Это был случай, это все было определено давней семейной династической традицией, мечтой, в конце концов. Ну, началось, на самом деле, все достаточно давно. Я закончила необычную школу, я обучалась в лицее, как раз при Владимирском педагогическом колледже. И 11 лет посвятила этому месту. После этого я поступила в наш педагогический институт. И уже, обучаясь на пятом курсе, пришла преподавать в наш педагогический колледж. Но началось, наверное, все еще гораздо раньше. Моя мама вот уже 38 лет, в этом году как раз исполнилась, как является преподавателем Владимирского педагогического колледжа. Поэтому наша педагогическая династия продолжилась таким образом. Передо мной был пример. А вот лицей, боюсь, это уже история. Совершенно верно. Сейчас, когда педагогические направления, я опять же смотрю статистику, когда направления учительские в колледжах, опорные вузы, я не вспомню, снова становятся востребованными, ну, года два-три точно. Это, правда, не всегда отражается, на мой взгляд, на приходе их потом в школы. Мне так кажется. Точнее, на долгой там работе. Вот насколько на ваш взгляд меняется сейчас значение преподавания началки в колледжах? Все-таки в моей голове сидит стереотип, что раз есть вуз, там есть, но, правда, теперь не факультет, а кафедра начального образования. Что это такое? Это этап ускоренного производства учителя? Или все-таки это лишний этап, лишний, может быть, год терять, потому что потом все равно поступать в ПЭТ, в политех? Я могу сказать, что наоборот, не теряет наш абитуриент ничего. Как раз он за один год проходит программу 10-го и 11-го класса. Потом три года начинается профобучение, и вот четыре года он готовый специалист. И как раз вот ваш стереотип, который вы изначально сказали, да, что нельзя пойти работать после колледжа, как раз наоборот. После колледжа готовый специалист может пойти на работу в школу, в детский сад и, соответственно, по другим своим полученным специальностям и профессиям. Вы отслеживаете, куда ваши вчерашние выпускники идут работать, и остаются ли они в профессии, кардинально ли меняют направление, идут за еще одним дипломом, совершенно отдаляясь от преподавания? Вот этот вопрос конкретно для меня, потому что в колледже я занимаюсь еще трудоустройством, являясь руководителем центра по содействию трудоустройства выпускников. Поэтому моя основная задача как раз сделать так, чтобы наши выпускники успешно трудоустроились после получения своей специальности. Поэтому очень важно найти то место, которое соответствовало бы их пожеланиям. Возможно, это то место, где им будет комфортно в дальнейшем работать. Возможно, это будет место, откуда они приехали, ведь очень много выпускников у нас приезжают из области, и многие туда возвращаются, в школы, в детские сады. Также очень важно, чтобы все у них срослось на месте работы, было комфортно и им, руководителям образовательных организаций, была атмосфера удачная. И, конечно, я отслеживаю, куда наши выпускники идут, как они продолжают свой педагогический путь, все ли у них получается, все ли у них успешно. Вопрос, который, наверное, требует какой-то расшифровки, но все же, вот в чем миссия педагога сейчас, вот ваша как педагога? Я думаю, что основная миссия – это все-таки научить, наставить на путь, профессиональный путь прежде всего, потому что в любом случае к нам приходят еще молодые, неопытные, можно сказать, дети, еще дети, тем, которым нет 18 лет еще, у которых очень много сомнений, даже по поводу выбора профессии. Вот наша задача – сделать так, чтобы они утвердились в своем выборе, поняли, что они сделали верный шаг и помочь им в дальнейшем их становлении. Вот в этом деле передачи профессионального опыта, в деле просто общения, вот насколько корректно как-то сближаться с студентом на одном уровне. Вот здесь важно выдерживать грань профессиональную? Или же наоборот в небольшом коллективе, где, в общем, вчерашние ученики, завтрашние учителя, надо быть к ним ближе и чуть ли не на «ты» разговаривать? Ну нет, конечно, не на «ты», я считаю, что в нашем деле субординация превыше всего. Педагог есть педагог, студент есть студент, каждый на своем месте, каждый занимается своим делом. Естественно, наши отношения очень теплые, потому что мы как одна большая семья, что отмечают многие наши выпускники, что как вырвались из семьи, но, тем не менее, очень важно, чтобы сохранилось это тепло, но не разрушилось вот то уважение, потому что мы являемся наставниками, все-таки наставники по жизни, которые дают путь, дают профессиональные наставления своим ученикам. Поэтому очень важна субординация в нашем деле, хотя иногда очень хочется так нарушить ее, но профессия есть профессия. А, наставники, действительно, слово, которое мы сейчас возвращают, былой смысл, былой значение, былой авторитет, но мне, знаете, вспомнились еще и те, кто для нас становятся наставниками в жизни, потому что учителя начальных классов. Мы можем всех педагогов школьных, вузовских, колледжа, училища не вспомнить. Такова человеческая память. Но вот того, кто первые знания о мире после родителей в тебя вложил, как сейчас. Кто для вас это был? Помните ли вы эту учительницу? Да, конечно. Я помню своего педагога, учительница начальных классов, Петрову Марину Сергеевну. Это мой первый учитель, прекрасный учитель, который сейчас продолжает работать в третьей гимназии. Я очень хотела свою дочку отправить именно к ней, но у нас не совпало, набор у нее был в другое время. Поэтому я думаю, что наши выпускники будут максимально стараться вот все то, что мы в них вложили, передать своим детям, чтобы детям запомнились также их первые учителя, так же, как мне запомнилась моя прекрасная учитель начальных классов. У нас еще один собеседник в эфире. Наш, скорее всего, постоянный телезритель. Здравствуйте, вы уже в эфире. Здравствуйте, да. Скажите, пожалуйста, я хочу познакомиться с вами поближе. Учителя и дочку, как ваши звать? Она хотела студентам устроиться работать куда-то. А как вы вообще помогаете студентам? И как быть, если педагог не прошел аттестации, занимаемые должности вот этой? Спасибо большое, Игорь. Выбирайте любой из вопросов, потому что их слишком много, наверное, позвучало. По поводу дочки. Да, по поводу дочки, по поводу аттестации. Игорь, как всегда, богат в выборе вопрос. По поводу аттестации педагогических работников, как и ранее, сейчас это также происходит. И своим выпускникам, я говорю, что первое время они будут получать доплату заммолодого специалиста. Какое время? Первые два года. Но по истечению первых двух лет работы им предстоит как раз аттестация. Сначала они проходят аттестацию на первую категорию, потом уже накапливая материалы, наработки свои, они уже аттестуются на высшую категорию. У меня также высшие категории, которые впоследствии мы подтверждаем каждые пять лет. Что касается дочки, дочка учится в третьей гимназии. Конечно, хотелось бы, чтобы она пошла по стопам моим, по стопам бабушки. Она очень любит, она любит наш колледж, часто приходит туда, знает преподавателей, любит играть в новых мастерских. Но, опять же, никогда настаивать не буду. Я думаю, что это именно ее будет выбор. Куда она решит, туда и пойдет. Мы поддерживаем. Сегодняшний ваш студент, тки, наверное, я так оговорюсь, скоро приступят к учебному процессу в новом статусе, на новой ступеньке, как организаторы процесса, как учителя. Методы приема, которые вы им передаете, как учитель, чтобы адаптироваться в этом процессе, насколько они сложны, насколько эксклюзивны? Конечно, с опытом я тоже накопила различные секретики, которые передаю на уроках студентам. Мы выходим с ними на практику. И в рамках практики тоже эти советы, эти моменты я им рассказываю обязательно. Те подводные камни, с которыми они могут столкнуться. Основной такой как раз проблемный момент – это взаимоотношения, я считаю, с родителями. Вот найти ту грань, когда приходит молодой специалист, и, возможно, родитель отнесется как-то по-особенному, что молодой специалист будет моложе его намного. Ведь наши выпускницы где-то в районе 20 лет, 20-22 года выпускаются. Вот этому всему мы обучаем. Поэтому я думаю, что они придут подготовлены максимально. Умение общаться в родительских чатах, наверное, тоже стоит учить. Но об этом мы с вами после эфира. Выпускник колледжа – это действительно готовый учитель, несмотря на то, что 20 лет. То есть все равно ты добираешь каких-то навыков, обращаешься к своим вчерашним педагогам, учишься на заочке или на самом деле никаких ограничений-то нет, и дальше все только опыт и твое желание не свернуть с выбранной дорожки? Ну, я думаю, что это готовый специалист, потому что, как я уже говорила ранее, после 4 лет обучения в колледже наши выпускники идут работать по специальности в детские сады и в школы. Да, по желанию они могут продолжить обучение в ВУЗе. Это, опять же, их желание, потому что я думаю, что учиться – это всегда хорошо. Ну, большая нагрузка. Да, да, но возможность совмещать с работой в школе у них тоже будет, и я всегда об этом говорю, и всегда это их привлекает, потому что их будут отпускать в учебный отпуск, и они будут также возвращаться на свои рабочие места, что как раз будет, скорее всего, невозможно, если они пойдут работать по другой какой-то специальности. А поправьте меня, если я не прав, слышал о том, что практика педагогическая в колледжах, она, ну, как бы сказать, богаче и глубже, нежели в другом учебном заведении, которое мы сегодня не рекламируем и не антирекламируем. С большим уважением отношусь к нашему педагогическому институту, сама его закончила. Но по оценкам наших работодателей, к счастью, могу сказать, что действительно практика в колледже намного богаче, поэтому наши выпускники как раз в этом плане очень подкованы. Взаимоотношения с детьми у них, я думаю, что максимально поставлено, максимально отыграно в рамках практики педагогической. Вот это ведь первое погружение в настоящую свою профессию, чего не ожидают там увидеть. Да, мы, но в итоге видят. Это, да, это сложность, да, сложность. Нет, вот прям первый урок у тебя на практике прошел, и ты приходишь, Наталья Леонидовна, а я, прямо скажем, в ужасе, в шоке. Или наоборот, там поражена приятно тому, насколько это... Чаще как раз бывает наоборот. Они поражаются приятно от того, как у них это получилось. Особенность в том, что на практике они дают лишь немного уроков, к которым очень тщательно готовятся. Поэтому эта тщательная подготовка дает свои плоды. Конечно, когда они уже идут работать, я не скажу, что эта подготовка менее тщательная, но они уже отрабатывают свой навык временем, у них появляется больше опыта. Поэтому, конечно, зачастую, конечно, они очень рады тому, как проходит их практика. И говорят, как здорово, как хочется тут еще дольше остаться на практику. И это радует. Не только о педагогическом колледже следующий сюжет. Приемная кампания вузы, она закончилась. А вот как раз с колледжами-то все в самом разгаре. На эту тему репортаж моих коллег. Когда планирую поступить в колледж, дальше образование в эмирной сфере. Выполняется поиск. Новый чат-бот создатели назвали «Вовочка». Задача программы – объяснить молодежи простым языком, какие есть в нашей области колледжа и какую специальность в них можно получить. Сразу можно перейти на сайт, либо ознакомиться с программой внутри чат-бота. После этого мы нажимаем на кнопку «Подать заявление», куда нас отправляет на сайт госуслуг, и мы спокойно подаем заявление в колледж. Также в чат-бот добавили функционал подбора оптимального места для подработки. Можно вбить любую специальность, любую интересующую род деятельности. И чат-бот предложит нам спектр тех самых вакансий с территории Владимирской области. Подать заявление в колледж через новый чат-бот выгодно и для бюджета будущих студентов, говорят его создатели. Если поступаешь платно, можно получить скидку – 10%. Программу сделали в рамках проекта «Учись во Владимирской области». Его цель – создать систему всех образовательных учебных заведений региона и их программ, а также продвигать ее в интернете и соцсетях. Во Владимирской области выпускников школы ждут в 34 средних специальных учебных заведениях. В авиамеханическом колледже прием ведут по 9 специальностям. В этом году в учебном заведении 275 бюджетных мест. Колледж специализируется на технологиях машиностроения. Но самое популярное направление в последнее время – правоохранительная деятельность, информатика и дизайн. Поступить на них непросто. Надо иметь аттестат с хорошими оценками. Средний балл, например, на 25 бюджетных мест на правоохранительную деятельность – это 4,8. Если брать, например, информационные системы и программирование, то это уже чуть-чуть поменьше, где-то примерно 4,05. Алена Боровкова выбрала специальность право социального обеспечения. В будущем хочет работать с людьми. Я очень отзывчивый человек. Стараюсь помочь людям максимально, в какого бы ситуации ни было. Во время работы все эти мои качества, они мне помогут. Ребенок решил, что не стоит тратить время на получение образования. Дальше 10-11 класса. Сразу пойдем в колледж, получайте специальность. Всего в колледжах нашего региона в этом году предусмотрено более 6800 бюджетных мест. Это больше, чем годом ранее. Кроме информатики и права, выпускники охотно поступают на медицинские направления, экономику и поварское дело. А мы вернемся к конкурсу «Мастер года». Наталья Владимировна, вы преодолели важный этап, но он не последний. Что для вас значит участие в самом конкурсе? Это был ваш выбор. Коллеги подтолкнули, опять же, случайность. Вообще не случайность. Меня направили администрацией моего колледжа. Я думаю, что благодаря той работе, которую я провожу регулярно, возможно, моим достижениям, они приняли такое решение. Мне очень приятно. Поэтому я старалась максимально приложить все усилия, чтобы достойно себя проявить, достойно представить честь своего колледжа, ну а теперь представить честь своего региона. Сколько осталось до этого времени? По-моему, осенью, да, у нас сентябрь? Да, осталось два месяца. Федеральный этап. Федеральный этап. Федеральный этап. Последний. А время, чтобы отдышаться и подготовиться, еще есть? Или на самом деле-то оно пролетит и не заметишь? Время пролетит, конечно, очень быстро, но подготовка уже идет и сейчас. Хотя я сейчас нахожусь в отпуске, но регулярно у нас проводятся вебинары с региональными экспертами, с федеральным экспертом, с кураторами конкурса «Мастер года». Постоянно мы находимся в процессе подготовки. Помимо этого, я лично прохожу курсы, которые, я думаю, что помогут мне при участии. Поэтому подготовка идет полным ходом. Это ваш первый профессиональный конкурс, где вы участвуете именно как номинант? Да, первый, самый важный, значительный очень. Потому что в колледже мы очень много готовим к конкурсам подобным, но студентов. А вот это как раз была возможность показать себя, показать свои профессиональные умения. И вот, получилось как получилось. На региональном этапе, что для вас было самым сложным? Самым сложным было совмещать свою основную деятельность, работу, уроки, практику и подготовку. Зачастую это бессонные ночи, но все не зря. Поэтому я думаю, что это стоило того. Сейчас, в числе тех, кто вам помогает, помимо экспертов самого конкурса, это коллеги, учителя, друзья, семья? Меня, конечно, очень поддерживает семья. Я благодарю им. Благодарю их. Конечно, моя мама. Мой главный наставник по жизни. Очень благодарна я своим коллегам, которые всегда подскажут, помогут. Я думаю, что именно эта такая большая, сплоченная, дружная команда, только благодаря этому удалось получить такой большой, высокий результат. Авторитет профессии педагога, учителя, почему-то нестабилен. Вот так уж получилось за последнее время. Я в эфирах с коллегами-педагогами часто вспоминаю иронию судьбы. Совсем небольшой фрагмент о том, как педагог и учитель, сидя за кухонным столом, обсуждают, что профессии-то у них важные, нужные и престижные. Но тогда в 75-м не очень хорошо оплачиваемые. 48 лет он прошел. Ну вот, проведение конкурса, оно сейчас помогает нашей области, в том числе, повысить престиж педагогических профессий, как-то популяризировать идеи в области образования. На ваш взгляд, чего бы еще такого предпринять для того, чтобы, вот может быть, именно в творческом направлении, в творческой самореализации, для того, чтобы авторитет этот, желание идти в профессию педагога, стал еще выше? Я думаю, что наше министерство идет верным путем и максимально для педагогических работников проводят интересные мероприятия, интересные конкурсы, интересные слеты для молодых педагогов. Это так, чтобы не вариться в собственном соку. Да, да, да. Наш институт развития образования очень прекрасные мероприятия проводят для этого, что как раз является стимулом для того, чтобы развиваться педагогу, в том числе молодому педагогу. Ну и, соответственно, те педагоги, которые работают сейчас в образовательных организациях, будут стараться максимально замотивировать своих учеников пойти по их же стопам, потому что это, на самом деле, очень интересная профессия. Я всегда об этом думала, мечтала, и вот я считаю, что на своем месте я нахожусь. Этап этот региональный у нас в области третий год проходит? Не наврал, третий. Когда к мастерам производственного обучения добавились еще педагоги, преподаватели дисциплин специальных, то да, третий год. Вот тем, кто дальше, тем, кто вслед за вами по этой тропинке пройдет, что бы вы посоветовали при подготовке? При подготовке максимально мобилизировать все свои силы, все свои ресурсы, не стесняться быть самим собой, но в то же время полностью отдаваться своей профессии, своему любимому делу, призванию своему и показать, насколько эта профессия интересна, насколько это здорово быть преподавателем. Поэтому максимально желаю, чтобы они жили этим, чтобы они любили свое дело и всегда с горящими глазами шли на работу. Вы уже отметили, что, полагаю, что бывает такой момент, когда с первокурсниками заходит разговор о выбранном пути, о правильности выбранного пути. Какие слова вы находите в доказательстве того, что путь выбран верный и отступать поздно? На самом деле отступать, конечно, не поздно. Выбор перед ними, но раз уж они пришли туда, наша задача, конечно, максимально закрепить и вложить в них понимание того, что они сделали правильный выбор. У нас в колледже есть такая программа погружения, когда те молодые, еще совсем-совсем юные студенты, которые буквально вчера были еще абитуриентами, а позавчера школьниками, к нам пришли. Максимально раскрываем все интересные грани нашей профессии. Рассказываем о том, что их ждет в процессе обучения, что их ждет по окончанию обучения. Я, как руководитель центра содействия трудоустройству, им тоже максимально рассказываю все преимущества работы педагога, молодого педагога, что ждет его дальше в школе, в детском саду. И стараемся, конечно, тем самым замотивировать. И получается, я думаю, что получается у нас. Тогда запомним, Наталья Федяева, мастер года, и будем желать вам удачи на федеральном этапе, на финальном этапе этого конкурса в конце сентября, начале октября, лето. Я понимаю, что вам сейчас не до отпуска, но все-таки желаем еще и отдохнуть. И всего самого доброго. Спасибо за работу. Благодарю. Благодарю вас. На сегодня у нас все. О безопасном дорожном движении говорим мы в завтрашнем эфире на этом же канале в это же время. До встречи. Не теряйте нашу волну.